Здравствуйте! В прямом эфире программа «Городские подробности». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость Александр Васильевич Цветков, депутат Совета городского округа «Город Кумертау», директор предприятия «Кумертауские тепловые сети». Александр Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! В начале эфира поговорим о депутатской работе и большую часть времени уделим уже теплоэнергии и вопросам, которые возникают по этой теме. Жизнь и обеспечения города. Да. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон 22699. Если у вас будут вопросы по ходу нашей беседы, присоединяйтесь к нашему диалогу. Телефон будет периодически появляться на экранах ваших телевизоров. Александр Васильевич, ну вы депутат-долгожитель, можно сказать? Сколько уже? Четвертый созыв. Четвертый созыв, да. Я являюсь депутатом городского совета. Все четыре созыва, четвертый созыв, я нахожусь в комиссии по жилищно-коммунальным вопросам, торговле, транспорту. Комиссия, она интересная, потому что вся работа связана, в первую очередь, с населением, жизнью города. Это, ну, все, что касается городской среды, практически наша комиссия занимается этими вопросами. Если сказать по-честному, то нового ничего в работе нет, наверное, если говорить о том, что, вот сравним этот созыв с прошлым или с предыдущим, верно? Ну, конечно, нового практически ничего нет, потому что, как были у нас плохие дороги, так они на сегодняшний день желают иметь лучшую. Как шел у нас снег зимой, и всегда была проблема со снегом, так и на сегодня идет борьба интенсивно со снегом. Сильно ничего не изменилось. Да. Но набор вопросов, которые предъявляют избиратели, жители города, меняется от года к году? Ну, последние 2-3 года у жителей появился интерес к каким-то, какое-то благоустройство сделать, посадить деревьев побольше, озеленение города. Просто люди начали интересоваться, как можно внести какие-то предложения по благоустройству города. Таких особых жалоб в последнее время, в последние годы уже стало меньше. Со стороны жителей. Но инициативу проявляют жители города? Инициативу проявляют, но, конечно, не так, как бы хотелось. Потому что, в первую очередь, от инициативы города, от инициативы жителей будет меняться облик города и вся инфраструктура. Но бывают вопросы, когда ваша профессиональная работа, как директор Кумиртовских тепловых сетей, помогает решить вопросы? Ну, конечно, основная доля жалоб и вопросов, возникающих при встречах с избирателями, при личном приеме. Это вопросы теплоснабжения, вопросы горячего водоснабжения, благоустройства территорий, благоустройства дворов, детские площадки, асфальтирование проезжей части, озеленение города. Но и такие вопросы, как медицина, потом торговля, она тоже не уходит. Жилищные вопросы возникают у людей. Многие, особенно пожилое население города Кумиртова, они когда обращаются, им не так важно решить какой-то вопрос. Им, возможно, даже важно пообщаться, чтобы кто-то их выслушал и дал какой-то совет. Даже такие встречаются. Клуб за душевные беседы получается. Получается иногда так. Но двери всегда открыты в любое время. Не только в дни приема ко мне приходят. В любое время. Да, ну вот у вас есть прекрасная возможность. Самые популярные вопросы, наверное, сейчас ответить на них, которые задает наверняка население вам. Самый популярный вопрос, наверное, ОДН. ОДН, конечно. Ну, ОДН это... Ну, попытаюсь объяснить, что такое ОДН и как он появляется в наших расчетных квитанциях. ОДН это, в первую очередь, разница в показаниях прибора или в начислениях по нормативу среди квартир жилого дома и показаниям общедомового прибора учета. Здесь есть у каждого прибора своя погрешность. Это первое. Второе идет воровство. Это магниты. Это срыв пломб. Это несвоевременная госповерка приборов учета водосчетчиков. И второе, есть неодновременное снятие показаний приборов учета. Многие жители, они не 25-го числа снимают показания, предоставляют в управляющую компанию. Могут позже на месяц, могут просто цифры, не фактические цифры. Например, поставили один кубометр потребления и считают, что можно потом через полгода изменить показания. И у многих складывается впечатление, что ОДН еще добавляются неплатежи населения. Но это 100% не так, потому что никак не сказывается неплатеж соседа. Он не оплачивает, например, за потребленную воду. Никак не сказывается на ОДН. Никто этого не распределяет. Это было одно время, энергосбытовые компании баловались по городам. Было такое, неплатежи соседних квартир, они просто распределяли. Но за это они уже поплатились в свое время. В городе такого особого не было. В некоторых городах это было по России. Этот факт такой никто не исключал. А по горячей, по холодной воде у нас в городе такого нет. Чтобы кто-то платил за тех, кто не оплачивает. Но если сосед Петя, допустим, асоциальный человек, не пишет, например, что он потребил 10 кубов, а пишет один, либо вообще не пишет, он ведь, получается, не платит за потребленный ресурс? Он, получается, не платит. В этом месяце. Но в этот же месяц соседи платят ОДН. Я что и сказал, что люди несвоевременно дают показания приборов учета или уменьшают показания приборов учета. Если вот так вот разобраться, то практически свое потребление они перекладывают на соседа. Но если управляющие компании будут периодически проверять показания приборов в квартирах, то через 2-3 месяца это все вернется, и сосед тот же будет меньше платить. Вот если по-крупному так, по-хорошему разобраться, а если кто-то умышленно не платит, например, просто, ну, начисляют ему, у кого нет приборов учета по нормативу, начисляют, он не платит, не платит. Вот эта сумма, она никак не распределяется между жителями этого дома. Да. Ну, нужно согласиться, что здесь копья ломают и управляющие компании, и сами жильцы выступают, наверное, примеров, конечно, таких нет, что с вилами кидаются на других соседей, которые без счетчиков сидят, либо там резиновые квартиры, да, прописан один живут, две человек, но, тем не менее, вот на законодательном уровне вопросы есть, которые хотелось бы, чтобы государство, наверное, решило, но, тем не менее, как бы пока мы вот вынуждены жить по тем правилам, которые, ну, не совсем, наверное, правильные и обидные в какой-то степени для жильцов. Ну, правила, которые, ну, в данный момент они не соответствуют действительности, вот так можно сказать. Правила они есть, но в действительности они не соответствуют. Хотелось бы, конечно, чтобы они работали лучше и быстрее реагировали на все эти замечания управляющих компаний. То, что каждый год мы даем какие-то сведения в Министерство жилищного хозяйства, в правительство мы даем свои предложения, но не быстро это все решается, к сожалению. Да. Еще один вопрос, это подогрев горячей воды. Многие не понимают, каким образом происходит начисление за горячую воду, у кого нет газовой колонки в квартирах. Есть примеры, когда люди обращаются и говорят, что вот соседи с другого дома платят там на 300 рублей меньше, нежели чем мы. Почему возникает такая разница и недопонимание? Разница возникает в первую очередь из-за того, что в свое время интенсивно город занимался установкой приборов учета. У нас многоквартирные дома, все приборены по горячей и по холодной воде. По горячей воде у нас установлены теплощетчики, которые считают количество потребленного тепла как на отопление и количество потребленного тепла на горячую воду. Именно то тепло, которое было израсходовано этим жилым домом. Количество тепла, оно зависит от многих факторов. В первую очередь, это наличие полотенцесушителей, это увеличенный расход на циркуляцию. В некоторых домах он превышает в 2-3 раза нормативную, нормативной величины. Это два фактора. И немаловажный третий фактор, это многие жильцы устраивают водяное отопление полов в ванных комнатах, на кухнях. Это, естественно, увеличивает теплопотребление. И все это тепло, которое пошло на отопление в ванной комнаты и полов в кухнях, оно ложится на кубометр горячей воды. И каждый дом на сегодняшний день он оплачивает по фактическому потреблению количество тепла на этот весь дом. И оно делится прямо пропорционально на израсходованные кубические метры. Как же быть тем соседям, которые не совсем современные, у них нет подогрева полов, у них полотенцесушители стоят такие, которые были еще, когда они въехали в эту квартиру в советское время. Это можно сказать наоборот, что они, как, не они не современные, а те жители, кто устраивает теплые полы, чересчур современные. Потому что любое изменение схемы теплоснабжения или горячего водоснабжения, это только с разрешением управляющей компании. Но обиднее это, получается, тому человеку, у которого нет подогрева полов? Обидно, конечно, потому что он оплачивает практически, вот здесь вот жилец без подогрева полов, он оплачивает за теплые полы своего соседа. Но это явление, оно незаконное, правильно я понимаю? Это явление незаконное, потому что это тепло, оно увеличивается, ну как сказать, это тепло из расходов, идет это тепло не на горячую воду, а идет на обогрев соседнего помещения, например, соседней квартиры. Да, вы как специалист сразу мне ответили на вопрос, почему возникает разница. Наверняка в управляющей компании, я думаю, может быть другой ответ, более такой обтекаемый получился бы, либо ушли бы от ответа, наверное. Управляющие компании вообще следят за тем, вот как расходуется эта тепловая энергия? Наверняка ведь люди, если обращаются, то они должны разбираться. Разбираются ли они в этом вопросе? Ну мы постоянно подсказываем, мы специально всем управляющим компанией разработали, просчитали нормативные расходы циркулируемой воды в системе горячего водоснабжения. Каждый месяц, вот последний этот год у нас более-менее идет спокойно. Два-три года назад мы ежемесячно с ними встречались, ежемесячно шла война между управляющими компаниями, потому что в каком-то доме, в соседнем доме идет циркуляция в 3-4 раза больше нормативной. Это, например, 62 градуса заходит горячая вода на полотенце-сушителе, 60 градусов из дома выходит. При расходе, при маленьком расходе воды, вот это все гигакалории, они ложатся на кубический метр. Такие проблемы были у нас в новых домах на вокзале, когда там 2-3 семьи живет. Управляющим компаниям мы давали указания, чтобы они перекрывали стояки, регулировали. А то полотенце-сушители работают в пустых квартирах, и вся эта потребленная тепловая энергия ложилась на 2-3 семьи. И у них там стоимость кубометра воды, она на 500-600 рублей была больше, чем в среднем по городу. Управляющие компании в последнее время начали разбираться, мы тесно работаем в этом направлении с ними. Но если соседи узнают, что, допустим, в соседней квартире сделали теплые полы, либо внесли какое-то изменение в конструкцию теплоснабжения, они вправе обратиться с жалобой? Куда? В управляющие компании в первую очередь. А там совместно мы уже, я думаю, найдем, как посчитать тем жильцам увеличенный расход тепловой энергии. Узаконенной методики расчета я нигде не встречал, но в принципе, или можно заставить жильца демонтировать все это, или попросить его, чтобы он увеличенно оплачивал за подогрев полов. В прошлом году наша ТЭЦ сменила собственника, ранее это была башкирская генерирующая компания, сейчас собственник из Свердловской области. Вот для вас, для Кумертовских тепловых сетей, но и, в конечном счете, для жильцов, что изменилось в связи с тем, что пришел новый владелец? Ну, для жильцов ничего не изменилось, потому что, как тепло было в жилых домах, квартирах, и горячая вода, хуже не стало. С каждым годом оно только лучше становится. А то, что касается предприятия и, в целом, теплоснабжения городского округа, то это очень серьезный вопрос на сегодня. Практически на 50% с января месяца они увеличили стоимость одной гигакалории, потому что, по всем данным башкирской генерирующей компании, Кумерталовская ТЭЗ в год внесла порядка 300-350 миллионов убытков. Это связано и с выработкой электроэнергии, с выработкой тепловой энергии. Вот эти все убытки, ну не все убытки, часть на электрическую энергию, часть на тепловую энергию они отнесли, и тариф получился. От первоначального 670 рублей, это до 1 января 2017 года, одна гигакалория отпускной тариф был Кумерталовской ТЭЗ, он поднялся до 954 рубля 0,9 копеек. Следовательно, основная доля затрат нашего предприятия – это покупная тепловая энергия, и у нас убытки только от разницы в тарифах недополучения, это порядка 130 миллионов в год. У нас не хватает средств, чтобы рассчитаться за полученное тепло для нужд города. Да, немного грубо скажу, нормальный хозяин дойную корову ведь не продаст. То есть получается, что башкирская генерирующая компания освободила себя от бремени нести расходы за ТЭЗ. А расходы, минус почему получался? Изношенность оборудования? Да, оборудование это же практически 50-х годов, когда в 1953 году Кумерталовская ТЭЗ была запущена, основана. После этого ближайшие 10-20 лет она достраивалась интенсивно. После 20-летней эксплуатации туда уже большие объемы финансирования, я думаю, что не вкладывали. Естественно, оборудование изношенное, но не соответствует тем реалиям и тем экономическим показателям работы, которые должны быть на сегодняшний день. И башкирская генерирующая компания, она же официально предупредила администрацию города Кумертау, правительство Республики Башкортостан, что с 1 января 2019 года она останавливает, просто закрывает Кумертау, скутается, и все. Поэтому нашелся покупатель. А Ваша организация слишком богатая, чтобы оплачивать сейчас ту разницу? Сколько? 200-300 миллионов разница в убытках? Убытки, прямые убытки, только по покупке тепловой энергии составляют порядка 130 миллионов. Нам не хватает тех денег, чтобы рассчитаться за тепло, поставленное в 2017 году будет для города Кумертау. А выпадающие доходы по утвержденным тарифам – это в целом, сколько нам не хватает денежных средств для проведения капитальных ремонтов, модернизация оборудования, утвержденное комитетом по тарифам – это 201 миллион. Ну, здесь два варианта, да? Либо искать где-то деньги, чтобы рассчитаться за тепловую энергию вам, либо ваше предприятие будет банкротом, правильно я понимаю? Правильно вы понимаете? На сегодняшний день, на сегодняшнее число, мы должны к Кумертауской ТЭЦ – 142 миллиона уже долгов. К лету они немножко уменьшатся, но на первое полугодие нам необходимо уже с бюджета возместить порядка 118 миллионов. Иначе, ну, тут, как все говорят, ничего личного – это бизнес. Они пришли сюда заработать деньги, естественно, они примут все необходимые меры для того, чтобы эти деньги забрать у нас любым путем. То есть, возможно, даже через банкротство. Это никто не застрахован от этого. Ну, будете обращаться за помощью в республиканский бюджет? В строке расходов по бюджету Республики Башкортостан наше предприятие там есть. На сегодняшний день определяется дата первого транша, но пока еще вопрос до конца не решен. Да. Но я думаю, что все-таки в положительную сторону этот вопрос будет разрешен. Не хотелось бы эфир заканчивать на такой вот грустной ноте. Ведь есть и плюсы в работе вашей компании, несмотря на то, что ТЭЦ немножко, конечно, сейчас добавляет таких хлопот. Все-таки, мне кажется, зиму перезимовали хорошо, безаварийно. Ну, как бы ни было нехватки денежных средств, наше предприятие, оно каждый год развивается. Это можно убедиться в том, что последние два года мы вышли на 5-процентную замену изношенных тепловых сетей. Ведем плановые ремонты и плановые замены теплообменного оборудования на центральных тепловых пунктах. Это уже люди тоже чувствуют, что горячая вода у нас стабильна и с нормальными показателями. Это высокая температура, ниже 60 градусов, у нас практически нету нигде в квартирах ниже 60 градусов горячей воды. Это то, что по Санпину положено. И немаловажно и приятно то, что мы планомерно ведем работы по снижению своих расходов. Это котельные наши в поселке Питки и в Маячном ежегодно приносят порядка 10-12 миллионов убытков из-за того, что оборудование изношено. Большой расход, удельный расход газа, расход электроэнергии, зарплата обслуживающего персонала, потому что работают круглыми сутками. В течение зимнего отопительного сезона 2016-2017 год мы установили вместо школьной котельной номер 2 в поселке Питки три блочные котельные. Это одна на КАИСу, одна на Кемпинг и одна на саму школу. Две котельные перед Новым годом были запущены. Буквально или на этой неделе, или в начале следующей недели будет запущена последняя третья котельная. И мы уже остановим, выведем из эксплуатации школьную котельную номер 2 с обслуживающим персоналом. А эти все три котельные, они без обслуживающего персонала. И уже начнется экономия как электроэнергии, так и фонда заработной платы, газа. И текущий ремонт здания котельной школы номер 2. Да. Ну и вопрос, наверное, который интересует многих всегда по весне. Когда отопительный сезон закончится? Отопительный сезон в этом году, весна пытается прийти, но зима что-то никак не отдает свои бразды правления. По долгосрочному прогнозу у нас и на 1 мая ожидается нулевая температура, начиная дневная, максимум до 8 градусов. Но это пока долгосрочный прогноз. Но я думаю, что в любом случае до 10 мая, наверное, отопительный сезон закончим. Александр Васильевич, так получается, что мы с вами встречаемся, наверное, 2 раза в год. Это обычно под конец отопительного сезона и в начале отопительного сезона. Вот я вам пожелаю, чтобы вы осенью пришли и уже сказали, что ваше предприятие хотя бы в ноль вышло. В связи с той ситуацией, которая сложилась. Ну и хорошо провести вам подготовку к следующему отопительному сезону. Мы надеемся, потому что такого еще не было, чтобы тепловые сети не подготовились к новому отопительному сезону. Я думаю, что при всех невзгодах, при всех нехватках денег в бюджете мы как-то совместно решим и выйдем с этого положения. Спасибо большое, Александр Васильевич. Сегодня у нас в студии был Цветков Александр Васильевич, директор Кумерталских тепловых сетей, депутат Совета городского округа города Кумертал. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова